Итак, наше тело не представляет на самом деле, что делать в этой жизни, которую ее окружает. У нее есть руки, у него есть ноги. Мы учим его двигаться, но он абсолютно не знает, что ему делать. Мы загабаляем и подчиняем его своим интересам. Оно служит нам. Но при этом оно считает эту жизнь, которую он уйдет, плохой. Оно окрашивает свое существование в серо-зеленые тона и угасает. Живет неполной жизнью, не раскрывая свой потенциал, не раскрывая свой физический потенциал, не раскрывая свой эмоциональный потенциал, биохимический потенциал. Соответственно, у нас не раскрываются способности, которые могли бы раскрыться в другое, если бы мы действовали как-то по-другому. А что, собственно, ему нужно, чтобы быть счастливым? По минимуму, ему нужно удовлетворение точно по маслу базовых потребностей, потому что все потребности, которые лежат внизу, пирамида масла, а может быть и вся пирамида масла. Это все тело. Соответственно, ему нужно дом, ему нужно место, где оно спит, где оно, считая себя безопасностью. Ему нужна пища. Безопасность пищи. Ему нужен секс. Вот эти три потребности в Индополоши ему нужны. В обмен на удовлетворение этих потребностей мы заставляем его уходить на работу. Мы заставляем его терпеть нашу эмоциональную сферу. То есть терпеть те ежечасные, ежедневные, многократные выбросы негативных веществ в среду тела. Негативных веществ, которые спасают нас, нашу нейронную сеть, от того, чтобы вообще дать сбой. Тело нужно отдыхать. Тело должно хорошо спать. Ну вот давайте подумаем, что нужно нам для того, чтобы тело чувствовало себя свободно от ежечасных, ненужных дел. И в то же время базовые потребности тела были более длительные. Собственно, ему нужны деньги. Но при этом деньги должны быть у нас, у ума, а не у тела. Он не знает, что делать с другими. Вот у ума есть деньги, есть личность. Он может распорядиться так, чтобы тело чувствовало себя хорошо. Но что значит хорошо? Вот хорошо. Мы дали базовые потребности. Мы обеспечиваем тело едой, обеспечиваем тело сном, обеспечиваем тело укрытием, обеспечиваем тело сексом. Но он не знает, что делать в оставшееся время. Оно живет каждую секунду. То есть, несмотря на то, что у нас есть деньги, оно просто не знает, куда себя девать. То есть, получается, что без нас, без сознания, без нашего ума, оно не придумает, как вырваться из этого, точнее, не вырваться из этого мира, не придумает, как сделать этот мир вокруг чудесный, многокрасочный, потрясающий, огромный мир. Как найти свое место в этом мире, оно не знает, оно не найдет. Мы должны показывать ему, какие есть возможности, какие есть моменты, какие есть ситуации для него. Мы должны усадить его за руль автомашины, пусть оно ведет машину. Мы должны его усадить за руль катера, мы должны дать ему акваланту. Мы должны дать ему попробовать все, чтобы оно где-то почувствовало себя лучше, где-то нам ответило и стало нам помогать в том действии, которое мы делаем для него. Мы ощутили тогда единство тела и души, то есть единство нашей нейронной сети, нашего сознания и тела. То есть мы должны рисковать, мы должны создать тело на протяжении всей жизни. Ряд приключений, ряд челленджей, в котором оно участвовало бы с нами, с сознанием, как равный партнер. Вот его привяжу к примеру. Я сейчас нахожусь в рейсе. Это сильное испытание для моего тела. Я не могу бегать, как я бегаю на воле. Я нахожусь практически в клетке, в маленьком судне, с 50-ми такими людьми, как я. Для меня, для моей психики – это сильное ограничение моей свободы. Но давайте посмотрим по-другому на это. Для моего тела это новая обстановка, обстановка, в которой оно никогда не было. Оно чувствует, оно впитывает новые возможности, новые ситуации, становится умнее. Если оно не сделает никаких выводов, это тоже хорошо. Оно было в ситуации, которой не было раньше. И пусть оно очень огорчается из-за того, что я посадил его в клетку. На самом деле клетка кончится. А ситуация останется с этим телом навсегда. В памяти ситуация останется навсегда. Память о море, о том, как его качают волны и останется навсегда. И если это не поможет ему найти ту единственную дорожку, в которой оно будет едино со мной, в моем теле, по крайней мере, это будет интересное приключение. Может быть, оно и не найдет такую дорогу. Может, мы никогда не будем один. Но я для своего тела всегда был другом. Я давал ему это, давал ему все, вел ему туда, вел ему сюда. Ему было со мной интересно. Ему было со мной интересно. Если оно несчастливо, не счастливо, то, по крайней мере, оно не несчастливо. Оно об этом мне говорит каждый день. Спасибо.